Но вот по поводу вашей кавказской составляющей, вашей деятельности, не могу не использовать эту возможность, не поговорить с вами как со специалистом. Мы здесь говорим о том, как миф, так называемый миф кадыровцев в Украине разбился в пух и прах о сопротивлении украинцев. По информации, которую мы имеем, изрядная доля этих пресловутых кадыровцев были разбиты, убиты и бежали с позором. Сколько это может повлиять на ситуацию внутри Чечни, то есть насколько там может начаться волнение, если тейп кадырова все-таки проигрывает, может ли там начаться какая-то возня. Но и второй вопрос, уже более такой, если мы говорим про пертурбацию в России в результате этой авантюры в Украине, все-таки можно ли говорить в будущем, в нашем обозрении, при нашем жизни, что все-таки начнется вторая волна поползновений Кавказских республик в сторону независимости от России? Ну, насчет кадыровцев, вы правильно сказали, это действительно миф насчет их боевой мощи, почему-то в Украине очень серьезно к ним относятся. Ну, кадыровцы, кадыров мастер сделает такие маски-шоу, снимать красивые ролики, где вооруженные бойцы выступают. Вот, но если мы посмотрим реально, скажите мне хоть одно сражение, где эти кадыровцы победили, хотя бы принимали участие. Вот, они были в Сирии задействованы в качестве военной полиции именно, они принимали участие в серьезных сражениях, никаких данных у нас нет. В Украине, как сообщают украинские военные и гражданские источники, их используют в основном для зачисток территории после того, когда занято уже, собственно, регулярными войсками. Причем делают они это крайне непрофессионально. Опять же, были сообщения о том, что они, как только воздается какой-то один выстрел, они сразу же вызывают огонь градов по этой площади. Понимаете, так зачистки не делаются, да? Если нужно, если было бы такое, так сказать, цель, то просто можно открыть огонь градами, не посылая никого. И значит, они или трусливые, боятся выстрелов, или они непрофессиональны, просто не могут проводить операции по нейтрализации даже небольших ячугов сопротивления в городах. То есть, это на самом деле воинство крайне непрофессиональное. Собственно, для чего их использовал кадыров? Это, по сути дела, это палачи. В Чечне, вот возвращаясь к второму вашему вопросу, возможно ли там взрыв, надо понять, что в Чечне существует очень жестокий тоталитарный режим, который намного даже хуже, чем в остальных частях Российской Федерации. Любого человека просто за, ну, за даже не тот взгляд могут убить, причем убить не просто его, но всю его семью. Там практикуются массовые репрессии, любое проявление недовольства, оно карается и карается просто, так сказать, расстрелами. Вот, есть масса свидетельств об этом, людей подвергают пыткам и так далее. И всем этим, собственно, вот этим террором занимаются вот эти вот так называемые кадыровцы, то есть, формально это военнослужащие российской Росгвардии. По факту они принадлежат кадырову, хотя, кстати, это совершенно незаконно по российским законам. Закон кадыров просто губернатор не имеет права командовать, но это, тем не менее, происходит. Так вот, это палачи, по сути дела, это карательные отряды, задача которых заключается в первую очередь в том, чтобы держать в подчинении свое же теченское население, в подчинении российских оккупантов. Что касается их боевой выучки, повторяю, мы не видели ни одного сражения, где они были. Ну, например, несколько месяцев назад выплеснулся такой скандал, который был внутри российского Министерства внутренних дел, когда проходили зачеты краповых билетов, то есть спецназ внутренних войск. И там также принимали участие эти кадыровские бойцы, которые просто фальсифицировали результаты. Они не смогли сдать нормы, которые требовались от этих бойцов. Там их место, ну, там уставился, например, марафон такой, они должны были пробежать определенное расстояние. Это их просто чеченские власти подвозили на машинах в финише этого марафона. И другие спецназовцы, которые участвовали в этих соревнованиях, экзаменах, они просто отказались получать свои билеты, сказав, что чеченцы, кадыровцы в течение получили их незаконно. Так что мы видим, что если эти так называемые кадыровцы не могут даже сдать нормативы российского спецназа, да вот такой выручки можно говорить. В Украине почему-то их боятся, но это говорит просто о, так сказать, таланте пропагандистов, которые работают на Кадырово, они действительно снимают очень красивые ролики, все выглядит грозно, но никакой реальной боевой мощи за ними не стоит. Я не слышу вас. Не слышно, нет? Сейчас поеду. Да, Авраам, вот вторая часть моего вопроса по поводу потенциального сепаратизма на Кавказе. На Кавказе существует, опять же, очень жесткий тоталитарный режим. В Чечне это самый, конечно, жесткий вариант, но в других северокавказских республиках, в том же Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии и так далее, ситуация немного лучше. Практически любого жителя северного Кавказа могут в любой момент арестовать, обвинив его в теоризме, и после этого труп его найдут где-нибудь в лесополосе с автоматом, и власти скажут, что это очередной боевик, который вы ликвидировали. Если вы посмотрите все эти отчеты о взятии боевиков, то практически никогда их не берут живыми. Есть масса примеров, что людей, у которых занимали какую-то политическую позицию, неугодные российским властям, в Москве просто арестовывали, они исчезали, а потом их находили убитыми, их выдавали за террористов. Есть масса случаев, когда таким же активистам, например, в Черкесского движения было, пытались или подсовывали наркотики, патроны и так далее, пытались возбудить против них уголовные дела. То есть любое инакомыслие, тем более любое действие, направленное против господства Москвы, на Кавказе пересекаются намного жестче, чем в остальной России. Если в остальной России за это могут посадить, то на Кавказе за это могут убить и убивают. Поэтому, возможно, нужно учитывать, что ситуация, которая есть. С другой стороны, там крайне тяжелая экономическая ситуация. Москва совершенно сознательно проводит политику вытеснения Кавказов с Кавказа. Там не создаются рабочие места. Экономическая ситуация заставляет людей уезжать за пределы Кавказа. Скажем, есть такой северо-кавказский народ – нагайцы, тюркский народ, который, кстати, был одним из первых жертв российского геноцида еще в конце XVIII века. Так вот сейчас уже большая часть нагайцев живет за пределами Северного Кавказа. В основном на север они выезжают на эти нефтеприиски работать, потому что работы у них никакой нет. И в этих условиях очень многие северо-кавказцы шли в армию по контракту, потому что это часто единственная возможность каким-то образом содержать семью. Но они совершенно при этом не подразумевали, что их пошлют воевать еще в какую-то Украину. Поэтому есть, я знаю несколько, как минимум, подтвержденных случаев людей, которые мне известны лично, а слух намного больше есть. Случаи дезертирства, скажем, мне говорили, говорят в достоверной связи об 11 офицерах и контрактниках ингушей, ингушар по национальности, которые просто отказались идти в Украину и их отдали под суд за это. Есть несколько случаев дезертирства среди карачаевцев, других народов. Я знаю матерей, семьи, которые сейчас активно думают, как спрятать своих детей, которые подлежат призыву. То есть, значительная часть населения Северного Кавказа, она совершенно не довольна этой войной, она не считает ее своей, совершенно не хочет ехать в Украину, там умирать и убивать. Ну, нужно сказать, опять же, такую вещь, что, когда мы говорим про дезертирство, это нужно, даже обращаясь с самим жителем Кавказа, смотреть, сейчас власти, российские власти пугают население бывших военнослужащих, ну, не бывших, находящихся также на службе военнослужащих тем, что они возбуждают за отказ воевать, за отказ выполнять приказы, ехать в Украину или там дезертирство, то есть, оставление воинской части самовольное. За это угрожают возбуждение уголовного дела по статье дезертирство. Это от 7 до 10 лет, от 7 до 10 лет решения свободы. Но на самом деле ситуация немножко другая, с юридической точки зрения, поскольку никакой войны, как вы знаете, в Украине не происходит. Официально ведь это не война, а какая-то непонятная спецоперация, поэтому статья дезертирство в военное время тут не может быть применена. Есть адвокаты, которые, я, собственно, от них это и слышу, от северокавказских адвокатов, которые работают сейчас по делам с этими, связанными с людьми, которые отказались выполнять приказы. Так вот, им стараются, так сказать, пришить 338-ю статью российского уголовного кодекса это дезертирство от 7 до 10 лет. Но эти адвокаты переклифицируют на другую статью, статья 337 российского уголовного кодекса. Это важная подробность именно для жителей Северного Кавказа, которая говорит о оставлении воинской части и наказания там уже от 6 месяцев до 2 лет. Это важно, я повторяю, всем, кто думает о том, чтобы самому или его близкие отказались выполнять преступные приказы и участвовать в тех военных преступлениях, которые сейчас российская армия совершает на территории Украины. Вот такого рода недовольство на Кавказе есть. И оно более сильное, чем в остальной части Российской Федерации, потому что уж кавказцы, во-первых, помнят и войну, которая была строительной недавно 150 лет назад, только Кавказ был, так сказать, покорен, завоеван огнем и кровью российской армии. И они совершенно не хотят влезать в этот, в кавычках, спор славян между собой. Но чтобы в такого рода настроения вылились какие-то действия, тут необходима какая-то поддержка этим людям, потому что информационное поле полностью занято Россией. Никаких независимых сайтов, даже информационных площадок и так далее, на которых жители Северного Кавказа могли бы узнать ситуацию. Вот даже те, например, данные, то, что я вам сейчас сказал по поводу этих статей Уголовного кодекса, нигде они это прочитать не могут. Никакой информационной работы, направленной в отношение Северного Кавказа, нет. Нет никакой работы и с пленными, например, выходцами Северного Кавказских республик и других национальных республик. Кстати, по данным, которые были составлены журналистами на основе вот тех, той информации, которая есть в сети украинской и российской, среди пленных и убитых очень большая, непропорционально большая, порядка 30% представителей национальных меньшинств России. То есть, очевидно, что российские власти посылают их на убой, на бойни в первую очередь. Если ввелась какая-то целенаправленная работа с и населением Северного Кавказа, и с этими военнопленными, может быть, можно было говорить в дальней перспективе, о том, что этот процесс, протест примет какие-то организационные формы и привезет к каким-то политическим результатам. Пока, повторяю, есть глухое недовольство, есть попытки саботировать эту политику. Но, с другой стороны, есть крайне жесткая, жесткая, тоталитарная, по сути, репрессия властей. И, надо сказать, что и российская оппозиция, либеральная, и медиа, и правозащитники на Западе, они как-то относятся к происходящему на Северном Кавказе. Вот так, понимаете, по-другому, скажем, чем репрессиям, которые происходят на территории, собственно, Русской Российской Федерации, что, конечно, неправильно. Во-первых, это те же самые люди. Убийства оппозиционеров, которые происходят на Кавказе, они, как правило, не вызывают почти никакой реакции ни в либеральных российских медиа, ни на Западе. Хотя, если мы говорим о том, что происходит в Украине, ведь началось это в 1994-м, еще в Грозном, во время Первой и Второй Чеченской войск войн. Та тактика, которая применяется сейчас российской армией в Украине, это тактика тотального уничтожения городов, репрессий против мирного населения, эти кадры с расстрелами, убийствами украинцев в машинах и семей, которые пытались эвакуироваться, обстрелы гуманитарных коридоров. Это ведь все применялось российской армии во время Первой и Второй Чеченских войн. И тогда это не вызвало соответствующее осуждение, в общем, не как-то не стало частью мировой повестки дня. И вот теперь это пришло уже, собственно, в Украину. То же самое касается и репрессий, которые при многих лет подвергалось гражданскому обществу на Северном Кавказе. Теперь это тоже приходит в Украину и в остальную Россию. И, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, без какой-то организационной и информационной поддержки говорить о том, что тот протестный потенциал, который есть на Северном Кавказе, приведет к какому-то взрыву, к каким-то массовым выступлениям, к сожалению, не приходится.